Хоккей – любовь всей его жизни. И даже когда он потерял возможность кататься на коньках, он пересел на сани и стал ведущим в Оренбуржье слэдж-хоккеистом. Созданный им клуб Ястребы подарил многим инвалидам вторую жизнь. Своих воспитанников он учит не сдаваться, несмотря ни на что. Мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира Михаил Чекмарев. Здравствуйте, Михаил. Да, здравствуйте. Слэдж-хоккей стал делом и смыслом всей вашей жизни. Как зародилась идея развивать этот вид спорта в Оренбуржье? Начинал я в слэдж-хоккейном клубе Удмуртия и выступал за слэдж-хоккейный клуб Удмуртия. Потом волею судьбы так получилось, что женился на Оренбурженке и по приезду в Оренбург сюда, вот как раз между сборами, приехал, начал искать, где здесь можно там покататься на санях, может какая-то команда или что-то здесь есть, куда можно сходить в тренажерный зал, где поплавать в бассейне. И столкнулся с тем, что никуда. И вот тогда на этом фоне возникла идея, что почему бы не попробовать создать здесь клуб в Оренбуржье. Дали мне контакты много-много инвалидов и порядка 200-250 человек всех обзванивал. Не хотели бы вы прийти на презентацию вот такого вида спорта, посмотреть, а может вам понравится. сталкивался с различными ответами, откуда телефоны, кто такой, что звонишь, много же думают, что ты мошенник и тому подобное. И вот из этих 250 человек на презентацию пришло тогда 10. Из этих десятерых потом четверо остались, двое до сих пор играют. Один на данном этапе в «Звезде», а Алексей Канатников вот 4 года назад создал в Уфе клуб. Никто не верил, что что-то будет двигаться дальше. С тех пор сколько уже длится этот полет ястребов? 8. 8 лет. Можете поделиться своей личной историей? Вы родились с особенностями здоровья, да? Нет, нет, нет. Но несмотря на это, вы были нацелены на активный образ жизни? Нет, было всякое. Я и в депрессии великой и большой был, и не знал, куда деться, и понимал, что абсолютно никому не нужен, и на работу никуда не устроишься, и что делать, и куда двигаться, в каком направлении было вообще непонятно. Я и в юношестве играл в хоккей, и как бы хоккей это всегда, это вообще любовь всей моей жизни, а тут такой шанс, что вот появился слэдж-хоккей. И вот я приехал на первые сборы, с ними откатался, думаю, ну а почему они могут, почему я не могу быть там в сборной? Она вот тут дотянуться до нее, она в двух шагах. Просто надо поработать. Приезжал сюда, жена уже была беременная, и она меня прекрасно понимала, что я уезжал туда и на сборы, и на сборы в сборную, я дома практически не бывал. Я дома, ну, очень редко бывал, я все был на сборах, на выездах. Я ей говорил, мне это надо, и она меня понимала и поддерживала. Но через пять или шесть месяцев после того, как клуб создали, мы уже поехали на первый чемпионат России. В слэдж-хоккей играют, я уверена, настоящие мужчины. Вот вы берете в свою команду тех, у кого нет нижних конечностей, да? Да. Ну, либо потеря мышечной массы, ДЦП, ну там определенная есть классификационная сетка. Как вы ищете будущих игроков? Очень тяжело их искать. У нас порядка 150-160 человек прошли через клуб. Это те, кто приходили, пробовали, уходили. Понятно, что тяжело, потому что некоторые думают, а вот сейчас пришел там, в санки сел, поехал. Нет, у ребят полноценные, серьезные тренировки идут. Это тренажерный зал, кроссфиты, бассейны, ОФП, технико-тактические, ледовые тренировки, что там и с колесами бегают, они и с парашютами. Ну, это достаточно очень трудоемкий такой, тяжелый процесс. Но те, кто втягиваются в этот процесс, ну, все, они себя чувствуют полноценными, вполне успешными людьми. Глядя на этих ребят, которые сегодня приезжают на чемпионаты России, какие они уверенные в себе, там, все семьи, дети, там, у кого квартиры, у кого дома, дачи, там, машин, вот, у всех там в гаражах стоят. И раз они финансово обеспечены, то они, соответственно, и социализированы, и интегрированы на 200-300 процентов в общество. И никто ему не может сказать, там, а, ты вот, там, инвалид на коляске. Да он обернется и скажет, это ты инвалид, там, сидишь на лавочке пиво пьешь, а у меня все в порядке. Я совершенно не разбираюсь? В косметике. Без спорта жизнь? Не жизнь. Да пусть все идет, как идет. Я полностью всем доволен. Главный герой моего детства? Дедушка. Своих воспитанников я прежде всего учу? Кататься на санях. Я жалею тех людей? У кого нет силы воли? Меня может вывести из себя? Что угодно. В зависимости, в каком я настроении. Какой мультфильм я люблю до сих пор? Попугай Кеша. Я горжусь тем? Что играл за сборную России. Главное везение для меня в том? Что рядом, вокруг меня, хорошие люди. Лучше спорта может быть только? Спорт. Вам приходилось играть с сильнейшими клубами страны, даже со сборной Южной Кореи, да? Из паралимпийской сборной Китая. В 2015 году мы в Чехию ездили, играли. Там было 12 команд. Там и немцы, и шведы, и чехи. Ну, все были. Мы туда ездили, играли. Конечно, такое запоминается. Те, кто... Когда я в сборной был, я тоже полмира объездил. Чтобы у команды было будущее, необходимо готовить себе подрастающую смену игроков. В 2015 году у Чекмарева родилась идея собрать детскую команду. К тому же в это время в России создается детская слэдж-хоккейная лига. Мы написали на грант, выиграли миллион грант. Детская слэдж-хоккейная лига нам прислала в качестве подарка уже 10 саней детских, клюшки. Все, экипировку мы закупили и приступили к тренировкам. И вот в 2018 году у нас дети выступали на трех турнирах в Саратове, в Казани и на фестивале детской слэдж-хоккейной лиги. Как родители воспринимают? С радостью? Отлично воспринимают. С радостью, то есть отдают детей, да? Да, да и дети, они довольны, счастливы. У многих, во-первых, и улучшения в эмоциональном плане, когда ребенок все же идет от головы, когда начинается более эмоциональная уверенность в себе, появляются новые друзья. У него начинают работать те части, которые раньше и представить было сложно, что они у него заработают. То есть слэдж-хоккей – это хорошая такая реабилитация и социализация для ребенка? И интеграция. А когда фестиваль проходил в Сочи, это собирались 16 команд, а на сегодняшний день 22 уже команды, 24. Это 16 команд с родителями, все в одном месте, между собой играют. Плюс всякие праздники, мероприятия, дети общаются, и там же всякие флэш-мобы проводят, и вечеринки. Дети общаются, знакомятся, появляются друзья за рубежом. И это колоссально. Какую цель на ближайшее будущее вы для себя ставите? К чему сейчас двигаетесь? Хотелось бы все-таки, чтобы в этом сезоне 2021, так как это у нас первый такой сезон, наконец-то мы пробили, что у нас не два этапа, а три этапа сейчас чемпионата России, игр у нас добавилось. Хотелось бы прежде всего, конечно, чтобы клуб в этом году, пусть нас мало, мы недоукомплектованы, но состав очень хороший, ребята все настроены на победу. Хотелось бы, чтобы клуб остался в тройке. Я абсолютно счастливый человек, что вокруг меня, во-первых, и появились вот как-то хорошие люди, и сопровождают рядом хорошие люди. Не хочется ничего менять, хочется двигаться дальше, вперед. Спасибо, Михаил, за этот интересный, откровенный разговор. Вам спасибо. А я напомню, сегодня с нами был руководитель клуба по слэдж-хоккею «Ястребы», мастер спорта международного класса Михаил Чекмарев. Спортивная доблесть Оренбуржья. Спорт, который дарит ощущение полета. Прыжки на батуте. Здесь спортсмены летают, как птицы. И эти невероятные ощущения детям дарят в Оренбурге. В спортивной школе Олимпийского резерва номер 6, на отделении прыжков на батуте. Уже почти 50 лет. Изначально батут в Оренбургской области появился с 1971 года. Была открыта секция прыжков на батуте на базе автомобилиста. Это был ДСО «Спартак». Родоначальником этого вида спорта был Горбунов Валерий Иванович, который закончил Омский педагогический институт и приехал к нам сюда работать по распределению. Ну вот, так сказать, батут с 1971 года по настоящее время развивается в Оренбургской области. К сожалению, только в городе Оренбурге, потому что нам нужны специализированные залы с большой высотой потолка. К сожалению, у нас только пока один такой зал. Один зал на 150 воспитанников. Именно столько занимаются на отделении батута спортсменам от 5 до 18 лет. И, что примечательно, самые маленькие не боятся отрываться от земли. В этом суть тренерского отбора. Мы берем с 5-6 лет, с 7 лет берем, ну максимум до 8 лет берем. Это возраст, когда ребенок еще ничего не боится. Легко обучаемый, мягкий, его можно растянуть. Легко научить всяким там простейшим движением акробатическим. Потому что, когда приходит человек в возрасте, уже у него страхи появляются, корежесть какая-то в теле, которую очень трудно уже исправить. Поэтому 6-8 лет – это самый оптимальный возраст для того, чтобы к нам ребята приходили. И приходят. Все по-разному. Кто-то оценил с первого взгляда и влюбился в грациозные полеты спортсменов. Я пришел, было таквандо и батут. Я посмотрел, таквандо мне не нравится. Сказал, я хочу батут. И меня отдали на батут. Кто-то в раннем детстве своими играми подкинул родителям идею выбора секции. Я прыгал на кровать, и меня из-за этого родители отдали на батут. А кто-то уже успел попробовать другие виды спорта, но нашел себя в этой школе, на отделении батута. До этого я занимался танцами. Потом я познакомился со своим другом, нынешним одногласником. И он мне показал некоторые элементы из этого вида спорта. И я решил попробовать, и у меня стало хорошо получаться. Это было около 7 лет назад. Хорошо получается – это очень скромно сказано. Вот как выступают на арене чемпионата России оренбургские батутисты. Ноябрь 2020 года. Сочи. Финал главного турнира страны. Максим Калачаров, Денис Самойлов, Дмитрий Гантанов и Захар Дубовсков – золотые призеры лично командного чемпионата России по прыжкам на батуте. А в дисциплине синхронные прыжки в индивидуальном зачете Максим Калачаров и Денис Самойлов – бронзовые призеры чемпионата России. На вопрос, что помогает взлетать выше всех, отвечает, не задумываясь. Во-первых, это, естественно, воля. Также это хорошая гибкость, которая передалась мне еще с танцев. Также это хорошая физическая подготовка, моральная подготовка. Ведь без нервов не бывает спорта. Также это стремление к победам. Знакомимся поближе с юными, но тоже титулованными воспитанниками отделения по прыжкам на батуте спортивной школы Олимпийского резерва. Семен Королев, 11 лет. Серебряный призер первенства России в синхронных прыжках на батуте. Не любит выполнять спичек. У нас спичек. То есть ты встаешь только на руках, и ты должен поднять таз и поднять ноги. Но у меня это сложно получается. Сергей Куленко, 12 лет. Серебряный призер первенства России по синхронным прыжкам на батуте. Утверждает, что нелюбимых упражнений у него нет. С удовольствием исполняет акробатические элементы. Рандат сальто, рандат пироид, рандат твисты. Ребята давно тренируются в паре. Вместе поднимались на пьедестал всероссийского первенства. Пробуем испытать их синхронность в дисциплине «Камень-ножницы-бумага». Камень-ножницы-бумага. Шуточный эксперимент подтверждает, в небо тут, а спортсмены эмоционально могут быть абсолютно разными, но в связке. Во время синхронного выступления они как единое целое. Их роднит бесконечное упорство и стремление взлететь выше всех. Здесь, в небольшом зале в СКК Оренбуржье, к вершине стремится каждый. Особенно подстегивает, когда рядом тренируются действующие чемпионы. И спортсмены стараются. Тренируются без устали. Это только на первый взгляд кажется, что прыжки на батуте – легкий вид спорта. Но чтобы с легкостью крутить сложнейшие элементы на высоте 7 метров, атлеты часами. На земле работают со штангой. До головокружения оттачивают акробатические элементы. Тренируют мышцы пресса. Тянут носочки в самых, казалось бы, невероятных позах. Спина у нас очень сильно должна работать, потому что поясничный отдел у человека самый слабый, как говорится. А у нас он должен быть самый сильный, потому что с высоты 7 метров прилететь на сетку, выстоять. Вот у меня даже аппарат показывает в компьютере вес тела, который на приходе в сетку – 900 килограмм. То есть если он весит 70 килограмм, а на сетке он 900 килограмм. Как его выстоять, выдержать – это может только спортсмен сильный, высокого класса. Поэтому штанга, становая, мы обязательно это работаем. Спина, пресс, ноги – это основные группы мышц, которые мы развиваем. Под стать спортсменом высокого класса и оборудования. Относительно недавно в школе появились два новеньких батута. Двойной мини-трамп, регулярно обновляются маты, классические снаряды, приобретаются новые интересные тренажеры для тренировки равновесия. А к спортсменам одно требование. Чтобы вынести все тяготы тренировочного процесса, надо обладать определенным набором морально-волевых и физических качеств. И каждый из ребят хорошо знает, о чем идет речь. Во-первых, энергичность. В тренировках мы очень сильно устаем, и энергия тут очень важна. Во-вторых, характер. Не с первого раза может получиться один и тот же элемент. То есть, чтобы получился один и тот же элемент, нужно много лет, например, работать. То есть, характер. Чтобы сделать сложный элемент, нужно настроиться и сделать его хорошо. Помогает воспитанникам расти в большом спорте крепкая команда тренеров. Сегодня на отделении прыжков на батуте трудятся 8 тренеров. 5 из них имеют высшую категорию. Ведущий наставник школы Эльдус Фаизов является главным тренером сборной команды Оренбургской области по прыжкам на батуте. К детям здесь относятся как к своим, и даже во время интервью найдется минутка для шутки. Почему вы стоите подслушники? Вас поставили подсматривать. Отсюда и отдача подопечных. Мальчишки и девчонки на каждую тренировку приходят с удовольствием. Мы прыгаем красиво, как мне нравится, элементы разные исполнять, ну и все, и так далее. Вот мы летим, заходим в мертвую точку, и никто не испытывает такого ощущения, когда ты ни вверх не можешь полететь, ни вниз. И вот именно в таких моментах тебе нравится батут. Или когда ты крутишь какой-нибудь тяжелый элемент, выкручиваешь. Вот именно ради таких моментов надо заниматься батутами. Наверное, только ради таких слов стоит привезти своего ребенка в спортивную школу на отделение батута. Пусть маме страшно, пусть у папы сердце не на месте, но этот спорт того стоит. Самый главный родитель, ну это не бояться. То, что даже сейчас моя мама очень сильно боится, она не ходит на мои соревнования. Вот она всегда переживает, но очень рада, что я пришел именно сюда, потому что это очень хорошая физическая подготовка, это стремление к чему-то, а значит, есть чего добиваться и к чему дальше еще стремиться. Другой весомый аргумент для родителей в пользу прыжков на батуте – финансовая доступность этого вида спорта. Если для кого-то 500 рублей в год – это дорого, то можно сказать, что дорого. Нам все выдают, мы почти ни за что не платим. Приходить сюда и заниматься – это совсем недорого, это очень весело, интересно. Чтобы одеть спортсмена, надо купить две маечки, шортики, пять пар носочков, пару чешек, и в принципе спортсмен может уже заниматься. Вот с такого нехитрого списка и начинается путь в большой спорт у будущих спортсменов-батутистов. И путь этот проторенный. За свою историю в отделении прыжков на батуте выросли 6 мастеров спорта международного класса, 64 мастера спорта России, 3 звания присвоены уже в 2020 году. И в 6-й спортивной школе Олимпийского резерва останавливаться на достигнутом не планируют. Новые высоты впереди. Редактор субтитров А.Семкин